Какая отвратительная тетка, сама дура. Полагаю, с такой работать наступить на горло собственной песни. Насколько для него типичный комментарий такого рода. Слышишь, ты отвратительный. Вы так делаете на улице? Также хочу вам сказать, что никто из моих сотрудников не прикован к батарее. Они работают на добровольной основе. Здравствуйте, с вами Лена Полякова. Я здесь для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Можно больше делать обзоры в специфике Ленобласти по растениям. Огромная тема садов и история. В каждом месте есть своего рода эксперт. Ведь от луги до комарова разница даже в распускании 2 недели. Спасибо за ваш вопрос, Мария. Разница не просто в распускании, а разница между тремя климатическими зонами. Ленинградская область находится в 3, 4 и 5 климатической зоне. И, конечно, участки и ассортимент растений на этих участках совершенно разные. И, конечно, мы планируем встречаться с людьми, которые создали сады в разных климатических условиях. Сейчас мы пытаемся согласовать проникновение на один из самых интересных участков, который расположен на Корейской перешейке. На Корейском перешейке относятся к 3 климатической зоне. Там очень холодно. Там специфический состав растений. И уходом занимается мой друг, кандидат наук биологических. Это будет очень интересно, хорошо, чтобы нас пустили туда. В любом случае, у нас уже есть договоренности с садоводами, с коллекционерами. И мы будем приходить на участки. И, конечно, все участки находятся в разных местах Ленинградской области. Будем снимать и рассказывать. Большой вопрос сейчас будет. Расскажите про городское зеленение Санкт-Петербурга. Я понимаю, что ваш канал заточен под частные сады, а не общественное зеленение. Но есть ряд тем, которые, мне кажется, будут интересны многим. Вот некоторые вопросы, которые интересуют меня. Скажу сначала, сразу же, что канал не заточен под частные сады. Больше того, я лично очень интересуюсь общественным озеленением. Дело в том, что частные сады, как правило, это закрытая территория. И то, что там происходит, это дело, в общем-то, хозяина. А вот общественное озеленение по-настоящему формирует общественный вкус, тренды и, правда, влияет на то, что потом мы увидим в частных садах. Для меня это самая интересная тема, и я занимаюсь этим обязательно. Обязательно будем этому посвящать время. Сейчас Комитет по благоустройству, Администрация Санкт-Петербурга использует 20 или 18 пород деревьев для озеленения улиц. Почему именно их? Есть ли какие-то породы, которые заточены под улицей Санкт-Петербурга, но их не используют? Ситуация следующая. Все вот списки, ассортимент, он создавался очень давно. Мы работаем по старым нормам и со старым ассортиментом. Этот ассортимент был создан, когда у нас не было массового импорта, а наоборот было объединение цветы, которое производило посадочный материал для озеленения города. Поэтому до сих пор очень часто в заказах, в сметах мне попадается, например, спирея хометрифолия, спирея дубравка листная, которая не производится практически сейчас. Если кто-то ее производит, то только потому, что она уже есть в запросах. В Европе ее точно нет, и мы стараемся ее менять на спирея цинерей гравшайм, которая тоже цветет белым цветом примерно в тот же срок. То есть это просто нет как-то как нормы, понимаете, есть традиции, есть люди, которые учились в определенной системе по определенным учебникам, и они используют тот ассортимент, который был в учебниках. Самое плохое, что они просто, ну не то чтобы они, не скажу, что все, но люди не очень хорошо знают современный ассортимент и возможности современные. Огромное количество деревьев, которые могли бы украсть улицы нашего города, в частности, ольха, лаценята или империалис, великолепнейшие, изящные деревья, которые по форме напоминают глядичью, выглядят очень модно, актуально, но их не сажают. С другой стороны, почему-то сажают, например, краснолистные сорта клена, платоноиды с астролистного клена. И то, что хорошо и модно на частных участках, совершенно не нужно на городских улицах. Это растение проблемное, с слабоустойчивостью к мучнистой россии. И в климате в нашем, в Санкт-Петербурге, поражается мучнистой росой и крайне мало декоративно выглядит. Эта проблема решается на частном участке, она практически не решается в городе. То есть этого дерева, наоборот, в городе не должно быть. В общем, я не эксперт, я не являюсь членом комитета по благоустройству, поэтому я не могу сказать на 100%, что списка нет. Но у меня есть подозрение, что списка действительно нет, просто есть старые учебники со старым ассортиментом. Груши эволистные, пиросолицефолия, прекрасно, прекрасно было бы для нашего города. В общем, список большой, он мог бы корректироваться, многое из того, что используется, надо завязывать уже с этим. Я думаю, что этот процесс, ну, он как бы будет постепенно происходить. Корректировка списка. Могут ли жители многоквартирного дома создать красивый двор? Или это нереально в нашей реальности? Из-за действующих нормативов, из-за финансовых причин и так далее. Жители многоквартирного дома могут организовать товарищество собственников жилья. У этой организации есть большие возможности. Я могу сказать, как владеец садового центра, мы получаем заказы от СЖ. То есть они платят нам по безналу, мы для них комплектуем какой-то определенный объем растений, которые они потом у себя высаживают. То есть 100% теоретически такая возможность есть. Финансово понятно, что нужно это все как-то согласовать с жителями. Чем больше жителей, тем сложнее согласование. Безусловно, есть определенные проблемы, но я знаю, что можно решить эти проблемы в рамках ТСЖ. Действующие нормативы, да, являются определенным препятствием. Я думаю, что если ТСЖ наймет профессионала, все эти нормативы будут учтены. Больше того, я бы призвала профессионалов, такое лирическое отступление будет, к более творческому подходу к этим нормативам. В частности, недавно мы столкнулись с очень интересной историей. У нас на конференции «Добавленная зелень» присутствовал польский архитектор Мирослав. Мирослав работает для российских девелоперов, для жилых комплексов в России. И вот обычная наша проблема – это пожарный проезд, на котором ничего нельзя сажать, его можно только асфальтировать, и надо усилить под машину. Вот им, в частности, его группе удалось обойти вот этот норматив. То есть, пользуясь здравым смыслом, мы понимаем, что на пути проезда пожарной машины не должно быть крупных тяжелых предметов. Не должно быть деревьев, не должно быть скамеек или осветительного оборудования. Но это не препятствие для газона. Также точно можно посадить кустарники или цветы, если будет пожар, но машина пройдет по ним. Главное, что нужно сделать, это усилить дорогу по пути проезда пожарной техники и отмаркировать эту дорогу таким образом, чтобы пожарная техника понимала, где в нее проезд. То есть, все, в принципе, решается. И, конечно, ТСЖ могут многое. Деградирует или развивается озеленение города сейчас? Что требуется добавить или изменить? Согласны ли вы с политикой городских властей в части кронирования и ухода и сноса деревьев? Это очень обширный вопрос. Я начну с конца. Нет никакой особой политики в части кронирования. Есть такая, скорее, конспирологическая теория, что городские власти специально убивают деревья, чтобы заменить мертвые деревья на новые и как-то на этом заработать. Я, ну, концептуально не сторонник подобной конспирологии. Есть отличная цитата у Пелевина, которая объясняет все. «Миром правит не тайная ложа, а явная лажа. К сожалению, кронированием не всегда занимаются специалисты». Это единственная проблема. Я не верю, что кто-то специально убивает деревья. Просто нет такой политики кронирования. Мы нанимаем дорожных рабочих, понимаете, и дальше они кронируют деревья неправильно. Есть специалисты уже. В крупных городах, естественно, есть специалисты, которые могут качественно решить эти проблемы, кронировать, ухаживать и сносить, если нужно. Решение о сносе тоже должно приниматься специалистами. Я здесь вижу проблемы в том, что у городских властей отсутствует контакт с жителями. Свои действия, конечно, нужно объяснять. Я живу, в общем, в Европе, и я знаю, насколько городские службы, власти близки к народу. Они действительно стараются объяснять свои шаги, чтобы их выбрали в следующий раз прежде всего. Они стараются избегать вот какого-то напряженности даже на таком локальном уровне, как чей-то двор. Если дерево сносится, значит, у этого, как правило, есть причина. Это дерево может быть ветровальное, может быть повреждено бурей, упасть и нанести ущерб, или, не дай бог, причинить какие-то физические повреждения людям, жильцам. То есть иногда действительно деревья надо сносить, кто и как должен это решать, но специалисты. И в случае сноса, конечно, кто-то должен жильцам объяснять, что делается, почему, и как в дальнейшем будет изеленяться двор. Контакта не хватает. Что требуется, добавить или изменить, добавить специалистов, изменить подход к общению с местными жителями, просто наладить его. Деградируется или развивается изеленение города сейчас, я бы назвала бы это развитием. Но, пожалуй, я не могу сказать, что мне очень нравится направление развития. Я думаю, что все в целом неплохо, но есть перспективы, что, в общем, будет лучше. Где я вижу развитие сейчас, это, конечно, девелоперы. Рынок строящегося жилья в обозримом будущем претерпит изменения. Это совершенно точно. Формируется спрос на зеленые жилые кварталы. Его реально удовлетворить. Там есть свои проблемы, и вы удивитесь, они не финансовые. Это изменится, правда. И, в общем, озеленение города тоже, я надеюсь, что-то произойдет в позитивном ключе. Что-то делается, какие-то парки делаются. Дерев, конечно, стало меньше на улицах города, чем было даже в моем детстве. Но я бы не назвала бы это прямо уж так совсем деградацией. Могут ли горожане влиять на озеленение города? Ну, могут. Вот то, о чем я говорила. Инициативные группы, которые вступали бы в контакт с властями, влияли бы на ситуацию. Это, в общем-то, политический вопрос, конечно. Не хочу сказать, что я готова долго говорить об этом. Технически могут. Как вы относитесь к бабушке на дворам и клумбам, когда общественные и полуобщественные места озеленяют дилетанты, любители, волонтеры? Знаете, ну, счастье бабушек, оно тоже очень ценное. Просто должен быть какой-то регламент. Я в целом отношусь хорошо. В принципе, в любом виде, даже без какой-то высокой дизайнерской мысли, посаженные растения, красивые ухоженные цветы, они украсят двор и принесут радость жильцам и всем вокруг. Но должен быть какой-то регламент. Этот регламент должен установить ТСЖ. Здесь, конечно, вопрос о собственности. Как только возникает ТСЖ, сразу же можем реализовывать какие-то задачи. То есть в регламенте должно быть написано, что мы не используем для оформления кромки баночки с подоктимели. Мы не используем для украшения палисадника детские плюшевые игрушки. Мы не используем шины и так далее. Если все это будет в регламенте, то почему бы и нет? Здесь, в Польше, в старых районах, которые были построены в 60-70-е годы, это блочные дома, после реновации для жителей первого этажа сделали отдельный выход через улицу. И каждый человек, кто живет на первом этаже, чей балкон выходит в такой вот дворик, он оформил это как-то по-своему. И я писала об этом даже небольшой репортажик. В общем-то, это все довольно мило. При наличии регламента это может быть вообще отлично. Здравствуйте, новый канал. Хотелось бы прямиком из Европы узнавать о новинках селекции, ориентированных на российский рынок. Анонсы и рекомендации по ним. Видите ли, Европа не ориентируется на российский рынок. Я нахожусь в процессе какой-то вечной дискуссии с нашими питомниководами российскими. Пытаюсь объяснить тем, что требуется корректировка европейского ассортимента под наш российский рынок. Как правило, новинки из Европы, новинки европейской селекции, они заточены не просто под климат европейский, а под маркетинговые программы, под моду, тренды, использование и так далее. Сейчас большое внимание, как бы селекционировав, приковано к карликовым сортам, которые могут быть использованы для озеленения террасу. Эти растения, это может быть все, что угодно, например, малина плодовая или гортензия, или даже клематис. Это все выращивается в небольших горшочках, выглядит декоративно, украшает террасу. И вы же понимаете, в Европе это все будет зимовать на террасе дальше. Это для, скажем так, Ленинградской области вообще не путь. То есть нам вот это направление селекции не очень интересно, кровинно. Я узнаю о новинках, и так, я бываю на выставках, и я стараюсь писать обо всем, что хоть как-то могло бы быть применимо к нашему региону. И, конечно, я как профессиональный покупатель и продавец стараюсь эти все достойные новинки купить сразу и привезти к нам на площадку в садовый центр Европлант. Одна из последних новинок, которая очень мне понравилась, это гортензия Пуристар. Я вижу, что она действительно отличается от других гортензий, с этим есть определенная проблема. Знаете, они похожи между собой. Ну и вот такого рода растений, мы обязательно о них рассказываем и привозим. Но в целом из, скажем, 15 новинок селекции, которые присутствуют на выставке, для нас может быть интересна одна или две. В Европе российский рынок, конечно, не интересен. Он не такой большой, во-первых, но по сравнению с европейским рынком. Во-вторых, он не очень предсказуемый. Ну, тем не менее, будет что-то интересное. Буду, да, не отказываюсь. Также по-прежнему будет интересно путешествовать по достойным частным садам у нас в Польше, если это возможно. Конечно, сделаем, чтобы было возможно. И в Польше тоже будем стараться показывать сады. В Польше, откровенно говоря, мне больше интересуют общественные территории. Именно озеленение жилых комплексов, там авангард нашего озеленения, это бизнес-центры, там все самое модное, красивое. Ну, и сады тоже, конечно, будем показывать. Обязательно будем стараться. Запомнился цикл о европейском ландшафтном дизайне. Любопытно сравнивать и учиться. Ну, конечно, мне это тоже любопытно сравнивать и учиться. Я это делаю, в общем-то, всю жизнь. Для этого и создавался канал, чтобы мы все могли делиться информацией. Если найти удастся какие-то глобальные темы, и более объемные, чем просто о видах растений, то будет интересно, удачи. Спасибо вам огромное. Действительно, сама по себе тема просто о видах растений, она, ну, не такая, пожалуй, интересная. Глобально ее тоже не назовешь. Больше того. Она, я считаю, что уже очень широко освещена у нас на канале. Мы будем заниматься именно тем, что искать глобальные интересные темы. То есть, одна из тем, это действительно будем показывать разные частные сады, это понятно. А другая, в течение года мы будем делать серии сюжетов, посвященных глобальным темам. Первая тема, которую я хочу анонсировать, будет посвящена ландшафтному проектированию. На сегодняшний момент частный клиент не с тем понимает, что это такое, зачем это нужно, из чего состоит пакет проектной документации, почему он стоит столько, какие задачи он решает, как выбрать компанию, которая это сделает, кому это нужно обязательно, а кто мог бы без этого обойтись. То есть, мы будем с разными людьми разговаривать, с теми, кто делает полный пакет проектной документации, начинает концепции и заканчивая теми, кто рисует эскизы на коленке. Мы будем это все обсуждать, смотреть, и каждый из вас сможет решить, в каком объеме ему нужно ландшафтное проектирование. И что вообще это такое? Это крайне любопытная тема, потому что действительно отсутствует понимание широкое. И я считаю ее глобальной, мы будем об этом говорить. Но это первое только. Много будет. Будет конференция летом по лугам, будем снимать ее целиком. Надеюсь, будет действительно интересно. С удовольствием посмотрела ролик, очень емкое название, добавленная зелень. Помимо России, люблю Варшаву, конечно же, эту самую зелень хотелось бы видеть и у нас. Уверена, у вас все получится. Один маленький нюанс. Спасибо вам огромное. Название действительно забавное, емкое. Мы пытались показать девелоперам, что добавленная зелень, это как бы проданная зелень, можно потратить какие-то определенные деньги на зеленине, и дальше можно будет продать, например, квартиру, либо с какой-то выкатой, либо можно будет продать это быстрее. И не нужно бояться тратить на это деньги. К сожалению, в рамках конференции мы выяснили, что проблема не только финансовая. Тем не менее, мы выяснили также и то, что проблемы, которые существуют сейчас, они решаемые. И я просто обещаю, что мы вот эту самую зелень, которая прекрасная в варшавских жилых комплексах, мы увидим это все в российских жилых комплексах тоже. Понимаете, уже запущен этот процесс, уже были первые ласточки, которые уже это сделали. Некоторые из этих ласточек вообще пригласили европейских ландшафтных архитекторов и пригласили их комплексы даже эконом-класса. То, что это существует в элитке, это никого не удивляет. Важно, чтобы это пришло в эконом. И вот они это сделали, это оказалось выгодно, это оказалось очень эффектно. И 100% я уверена, что у нас будет то же самое. И я буду продолжать в этом направлении работать. Ну, миссия. Один маленький нюанс. Коллега на польском чаще всего подразумевается в значении друг, приятеля, отсюда и рассуждения пана Горобчевского. Ну, это правда. Действительно, я немного говорю по-польски, и слово «друг» переводится на польский как «приятель», а вот коллега – это как раз «приятель». Но Горобчевский-то как раз имел в виду, что, к сожалению, польские ландшафтники, они между собой не очень общаются. То есть они такие конкуренты между собой. И их удалось собрать только потому, что они пришли для россиян, для русскоговорящих рассказывать, что их невозможно было бы собрать для такого же мероприятия, ну, как бы для поляков. Что у них как бы отсутствует контакт. Я не знаю, я не знаю настолько глубоко вот специфику взаимоотношений между людьми из этой отрасли, но они все стали слушать других докладчиков, и мне кажется, все хорошо там тоже у них. Уверена, после просмотра таких роликов и подписчиков уйдет негатив, потому что Варшава в плане извинения прекрасна, и нам всем нужно этой красоте учиться, перенимать и создавать у себя. И я присоединяюсь к просьбе о деталях извинения Варшавы, нам есть чему поучиться. Спасибо вам огромное за этот позитив. Я просто уверена, что да, есть чему поучиться. Нет никаких препятствий для того, чтобы это все озеленение приехало в Россию. Будем показывать, рассказывать. Спасибо вам еще раз за ваши вопросы. А теперь мне вот группа коллег подготовила эти вопросы, но я сама выбрала еще один вопрос, на который я решила, что я отвечу. Вернее, это, знаете, это не вопрос, это комментарий, но мне тоже хотелось бы ответить. «Какая отвратительная тетка, сама дура, полагаю, с такой работать наступить на горло собственной песни». Ну, что я могу сказать по поводу отвратительности. Я, в общем-то, уверена, что я нравлюсь не всем. Это вообще нормально. У людей разные вкусы. Мне только в этом смысле тоже хотелось бы задать вопрос автору этого комментария. Насколько для него типичен комментарий такого рода? Вы, любезнейшие на улице, подходите к людям, чтобы им сказать вот примерно что-то такое. «Слышишь, ты отвратительный». Вы так делаете на улице? Или вам просто вот это вот позволяет делать именно интернет? Ну, как бы такая безнаказанность. Мы же с вами не встретимся, значит, нужно сказать все, что угодно, правда, в мой адрес. Я не знаю, зачем вы хотели меня обидеть. Мне это непонятно. Относительно того, что я самодурой с такой работой, это наступать на горло собственной песне. Знаете, я считаю себя хорошим руководителем. Средний стаж работы в нашей компании 10 лет. Больше того, этот стаж распространяется не только на штатных сотрудников, но и на фрилансеров, аутсорсеров, с теми, с кем мы сотрудничаем не в штате, да? А Наталья отработала 18 лет. Я вас уверяю, было бы странно, если бы она все эти 18 лет стояла бы на горле песни. Также хочу вам сказать, что никто из моих сотрудников не прикован к батарее, они работают на добровольной основе. Приходите еще. Спасибо за ваш комментарий. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Задавайте вопросы. И вот в таком формате я раз в месяц буду на них отвечать. Спасибо, что смотрите нас. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин